Привет, ребят! Сегодня будет пятая позиция Dazzle. Я очень долго думал про сборку на этого персонажа. У меня был вариант поиграть на нём через Wave и Grave, был вариант поиграть на нём через первый-третий, через первый-второй без хила, через Midas, без Midas. Я долго переваривал сборку. Но опять же, guys, вы понимаете, что на миде собраться на нём легко. Тебе нужно гони Midas, и ты много фармишь, у тебя сильные кнопки, у тебя хорошие приросты. Но на пять позиция Dazzle я ещё не играл, причём ни разу, это моя первая игра. А пугнуть у тебя микрофон есть? Я подумал, что будет хорошая идея записать такого Dazzle, причём, знаете, вот не просто записать, а именно First Experience. То есть, пробовать поиграть на Dazzle, так как я вижу его на пять поз. Поэтому, если вам интересно всегда было... Я из дремучего села, и до 18 лет вместо души использовал дождь. И скачав доту, я всё время думал, как же повезло Кунке, что он может призывать воду. Но этот жадный пират не ценит своё счастье и хочет лутать сокровища. К слову, именно можно участвовать в этом его меркантильном стремлении. Ну, разумеется, не бесплатно. О, ну, то есть, бесплатно, но не бесплатно. Ну, в общем, участие бесплатное. А вот за помощь Скунке можно стрясти долю. Проводишь его, как слепого котёнка до призов, и забираешь себе халявные шмотки вплоть до мега-сундучка. Играть можно бесплатно каждый час. Но для тебя есть экстра попытка. Играть можно, кстати, с телефона. Ну и, разумеется, как же эпики могли оставить нас без боевого пропуска, где каждые 15 левелов халявная аркана. Пропуск, правда, стоит как 6 веточек, но, внимание, по моей ссылке в описании он абсолютно бесплатен. В общем, в закрепе ты найдёшь ту самую ссылку, а вместе с ней промо на экстра попытку в мини-игре. Если вам всегда было интересно смотреть, как пятёрка Даззл играется, в моём понимании 7600 игрока, сейчас 7700 уже. Но он может посмотреть при одном просмотре, надеюсь, он понравится. Игра у меня будет довольно-таки хорошая. Даззл хорош, когда у врага много физ ДПС. И у тебя много физ ДПС. Ты даёшь армор союзникам, да хватит разговаривать, парни. Напугни. Денис констрелян. Денис констрелян. Как я вижу Даззл. Как я вижу Даззл. Как я вижу Даззл. Как я вижу Даззл. Да, именно так я вижу Даззл. Я не уверен, что хочу драться. Вот, я вижу Даззл через Макшиный Яд. Да, даже учитывая, что это саппорт. Во-первых, Макшиный Яд позволяет убивать на линии. Макшиный Яд позволяет драться по игре. Макшиный Яд очень эффективен, как скилл, сам по себе. Либо, если игра плохая, Макшиный Хилл. И вы играете как мидер, просто без денег. Без Мидаса. Возможно, с Мидасом, если игра будет хотя бы лёгкой. Как я вижу в размен на лайне. Вы заманиваете врага подальше. И когда враг заманен, вы кидаете Яд. И дерёте с ним, чтобы он как можно больше от вас убегал. Вы не хотите кидать Яд в первую попавшуюся цель. Он кдшится очень долго. Вам нужно заманить врага. И после того, как вы заманили. Вот, вот так вот. Заманили, заманили. Ну, зайди, пожалуйста. Моя заманка, это примерно тут. Я думаю, ну, примерно так можно. Вот, как только я заманю. В крипов я делать не буду. Да, у меня пока что пассивный скилл. Поэтому пока что я, ну, стараюсь выжить в момент, когда он подойдёт поближе. Сейчас поближе подойдёт. Во, всё, идеально. Всё. И тут начинается под заманухой. Нам не важно, типа, наше шею, когда нападёт, мы будем время выигрывать. Это главное. Мы тачковать, чел, у нас вард хороший. Видите, да? Когда врага заманили, с каждым вашим ударом вы по человеку увеличиваете замедление благодаря вашему яду. То есть, ваш яд с каждой пичкой увеличивает замедление по врагу. Сам по себе скилл хороший, но его легко задолжить. От него легко выйти. Поэтому из того, что я понимаю на дазле, скорее всего, нужно играть через заманивание. То есть, заманить врага подальше. А потом просто стоишь сзади и ждёшь, когда динаешь, подхиливаешь братиков. Ну, можно вот так вот. Линию подпушить, что я начал заговариваться. Мы подпушим. У нас у героя есть возможность подпушить линию. Это весьма удобно. Поэтому я сделаю так. Если он пойдёт в контест, тьмы под яд, ему лицо рассадим. Нойс. Десять тиков, я думаю, стоит сжать по кд. Это связано с тем, что, ну, всё-таки, там герой спамит кнопки. Пока линия запушена, мы яд не кидаем. Я уже объяснял, говорит, причину. Если мы сейчас кинем яд, то они просто выйдут. Нам это не надо. Мы сейчас... Мы не пытаемся играть в позиции агрессии на дазле. Мы играем с агрессией только если враг ошибается. То есть, опять же, гайз, это не первоисточник. Я не думаю, что это 100% правильно. Я просто так чувствую. Вот. Поэтому, если вдруг вы думаете иначе, всегда рад послушать ваше мнение в комментариях. Да, важно напомнить, что дазл универсал. Поэтому на универсале прикольно покупать статы. Поэтому я куплю себе веточки, загрежу стики. И, в принципе, сделав этот кульчик, это... Я много выиграл демиджа по врагам. Зря я сделал. Ах, тебя тогда бьёт. Найс. Бежим за лотусом. Крипы на нас не согрятся. Даже если получим писуру, всё равно лотус забираем. Важно понимать, что дазл весьма статовый персонаж. На нём очень удобно вот так вот делать. Типа, бам по двоим. У меня есть лотус, пять стиков. Продолжаем драться под замедлением. Клак, замедлением в двойку. Обновляем на шейкере. Всё, шейкер не уходит никуда. Да, настолько дазл на линии хорош, конечно. Подоннаем крипочка. Волшебно. Пока что линия в салат выигрывается на дазле. И на самом деле, это... Ради, мне очень комфортно на нём играть. У него очень приятная тычка. Мало кто ожидает, что дазл на столько много дамбря можешь нести. И что он такой статовый. У меня тычка сейчас 4 наиграет. Раньше на дазл, у тебя тычка была 40. Ты вообще ничего не мог делать, кроме грейва. Ты брал дазл, кидал грейв и всё. Сейчас у нас линия в два милишника. О, в два милишника, говорю. В два физдпсера. Мы приятно в мой ядно уваливаем дэмэдж. Мы сделаем типичный мов, который я много раз на видосах показывал. Это стак плюс пул, где вы стакаете смол и пулите медиум. Отлично вышло. Идём снова качать стак. Нас-то радует. Значит, насчёт айтем билда. У меня есть ощущение, что аганим в любой игре хорош, но это дорого. То есть аганим реально просто дорого покупать. Сейчас делаем. Её два. Он заебётся против меня драться. У него сейчас спага ещё нет. Да, у него сейчас спага ещё нет. Я могу даже в сал убить, по идее. Вот такой вот дазл, если вы фв делаете. И вообще киллы делаете на линии. Эффективный. Он вправо пошёл. Возможно, успеет тычку сделать. Не смог. Ну, ничего страшного. При этом умирает шейкер, потому что у него нет саппорта на линии. Это, к слову, меня просили. Дэн запишу саппорта НК. Он вот так вот играется. Он даже... Ну, хотя даже дазл не может перетачковать. Дазл с киллами это весьма страшная вещь. То есть, когда ты делаешь на ранней стадии киллы, и за счёт сапога тебя просто не выйти становится. Волшебно. А я думаю, мой кор... Пока что кайфует от меня. Да, насчёт грейва. Я считаю, что... Грейв вообще не нужен на дазл саппе. Без шуток. Ну, то есть... Грейв на ранней стадии не нужен. Фишка грейва в лейте. Что в лейте не... Может, давить его так немножко? Хилом, потычками. Я могу, я могу, я могу, я могу. Я могу, я могу. Мне нужна помощь. Я могу. Найс. Нажмём лотос. Под крипами ещё тычки поделаем. Что там братьев мой стоит? У него что липачка? Выходи, братишка. Я глиф нажал. Давай, давай. Всё, нормально. Пока что линию маше доминировать. 12 динайв. Я вообще не ожидал, что дазл настолько приятен по кеймплею. Да, линию он отлично фармит. Отлично гандэстит лотосы. С этого, я думаю, нулик сделаю, потому что арканы у нас не самые быстрые получатся. Кларити, сентри, сентри и капли. Снова пул, снова стак. Пул а стак, назовём это. Или пак. Как это правильно назвать? Брать, у нас быстрый бф получится. В принципе, могу купить смок, выйти в мид, в теории. Но это не обязательно. На дазл, повторюсь, не обязательно ромить. Важно получать раннюю экспунт. Залутали. Максить я буду либо яд, либо хил. Зависит всё от того. На тычку сделать. Блядь, зря. Башня последняя. Короче, там разбросу башни. Я думал, что с тычкой хватит. Давайте забрали лотус. Или союзник забрал. Нет, враг забрал. Вот. В моём понимании, нужно просто на дазл для качаться, как на мидере. При этом хорошо поставить линию через первый, третий. А затем переквалифицироваться в сапика через грейв. И купить саппорт айтемы. Можно в теории купить мидос или аганим. В моменте, когда ты чувствуешь, что у тебя есть деньги. О, это, кстати, если бы кинул онки. О, это вот так пропасывается. Да, ещё важно гранатки покупать. Потому что гранатки плюс хилл, это очень сильно. Гранатки плюс яд, извиняюсь. Я возьму хилл в троечку. Потому что он дамажит больше. И в данной ситуации нам он важен. Башню не буду делать. Я лопичку просто заберу. Урунку. Дропнул вот такой вот вардик. Не, не, брат. Я тебе ничего не оставлю. Завид. Я не то чтобы эгоист. Но я считаю, что если ты играешь на саппорте, то крайне важно играть часто на себя. Как думаете, хватит у меня демо, чтобы перебить некрат третьего левела? У меня восемь стиков. У него стиков нет. У меня яд в двоечку. У него первый скилл чаще кдэшится. Но дальность его первого скилла меньше, чем дальность моей тычки. Поэтому мы сейчас аккуратно поиграем. Обновили яд. У вас тут. А сейчас на фиссуру потратят. Я выживаю 100%. Вот так вот. О, блин, он красиво закрыл. Сейчас, блин, нет. Ну, слушай, я все равно считаю это достойно. Мы развели пугну. Там, по-моему, было пуг ДТП. Или он это был? Нет. Кто-то ДТП холса точно. Я не понял, кто. Возможно, это Леон был просто. Короче, ладно. Я за Леоном гнался и кто-то ДП хнулся. Стоп, я не за Леоном был. Это Леон был. Нет, Леон в боте. Я не понимаю, кто ДП хнулся, но кто-то явно был. Ладно, все равно все хорошо. Кстати, я могу очень сильно похвалить Фантомку. Потому что он играет без третьего скилла. Вы скажете, Дэн, ну это же не очень круто играть без третьего скилла. Хотя, даже бот, я тебе за реферию в медиа. Не надо. А, вижу, вижу, соли. Бля, ошибка. Ебать, мы их трахаем. Какой, блядь, интересно, парнишками я сэйфим. То есть, лард чекнем. Сделаем. Нет, уже снялся, ларда его. Ой, я санты не вижу просто. Вот здесь мы в общем, санты. Да, ведь я не буду, да? Скоро бы фэшка, не скоро бы фэшка. Ну, вообще, слушайте, как не скоро. Нормальная бфэшка. Надо сходить, братика, подхилить на линии. Ммм, я конвар. Где некр, он убедился. Можно подборщить сдавить, смотри. Вообще можно. Я только за. Азазан. Я только азазан. Мне, короче, влюбок это в Митере делал. Обычно ты на Митере используешь эрку. Но тут можно жать ее просто так, для того, чтобы уменьшить армор. Так как армор увеличивает урон от вашего ахила. Слушай, а ты не хочешь мид пригнать на этом? У меня дум сейчас есть, можно соперегнуть. Да, можно. Сейчас, секунду. Мне надо сначала подхилить. Тяжело. Кому-то бы транквилу вообще хочется покупать. Так, убиваем его. Мы убиваем его. Ну, если бы он прыгал. Так не убиваем. Все, ладно, пойдем отсюда. Я бегу, но не спеваю немножко. Надо арканы делать обязательно. Буду часто их нажимать в этой игре. О, прям решил. Надо к конца драться на цепи. Беру хил в 4, чтобы подкачиваться. Вместо яда. Дальше макшу яд, беру арканы. Делаем стаки. Могу ли я сделать дабл стаки? Я иди к в это делать. Тут рона. Хорош. Сейчас рон за контролем. Стоп, можешь забрать. Где это будет, прошу? Настя. Эй, брать. Это плохая сверху. Меня на меня, на меня. Хорошо. Забери. Беги вверх, вверх ко мне. Ко мне подадись. Ко мне подадись. Забрал. Братишка. Пойдем, пойдем. Я тебя захилю, пойдем. Тебе не надо на базу идти, дружище. У тебя захилится. Переложи вещь и беги на линию. Беги в топ назад качаться. Тебе не надо, блядь. Так, ко мне, братишка. Можешь, успею помочь. Не, успеваю. Ладно. Лена есть вард, он ставить его пока не планирует. Во всяком случае. Я вообще в соло не перебиваю. У меня я два всего лишь. То есть мой герой пока что, по сути, герой третьего левела. Не больше. Даже учитывая, что у меня седьмой, я третий. Потому что я-то у меня в три. Я линию отпушиваю как герой седьмого, но дерусь как герой третьего. Поэтому это важно понимать, что хоть у меня хорошая игра, я все же не могу один на один драться. Гранаты обязательно докупить. Пашечка девятого. Куфешка есть. Вот тут трипл стак на Пашке, забери по возможности. Сука. Угна, блядь. Ты охуел в моих стаке качать? Пашка. Я же, блядь, хожу себе на миде рестак. Приходит бы четверка, просто спизивал моих стаке. Не пиздец. Да, да четверка богатая будет. Че он доебался? Пусть схильную сейчас. Че мы напрягаем? Это плохо. Нормально он. Я могу и заду. Даем очень много армора ему. На меня же прыгнешь? Хорошо, хорошо. Идите, пейте. Очень много армора даем. Я не могу первой идти. Надо просто центр ворожки сломать. Ворожморф. Он через филктерик, да? Да. Ты видел новую мету. Очень тяжело проседать через кьюшку. Нужно варить аккуратно. Я не мидер, что он себе так позволяет делать. Поэтому мы аккуратно это делаем максимально. До грани. Слушайте, отличная игра на самом деле. Все с самого начала получается очень хорошо. Я думаю, во многом это моя заслуга. Потому что мы поучаствовали в половине киллов. Другая половина это, ну, типа, враги, которые без исходности идут на другую линию. Бля, братишка, оставь. Ой-ой-ой. Ладно, так нормально. Бам-бам. И арканы быстро откэдэшили себе благодаря этой ульте. Ну, что, давайте сами закачаем. Это тяжело, конечно, будет без хила. Ну, типа, без хила по врагам. То есть, с агонимом я бы это вообще езжи закачал. Но у меня агонима нету. Поэтому, что поделать. Закачайте стаки, пожалуйста. Заебало просить уже. Дальше яд в три. Да, да, ребят. Я именно так вижу игру на даззле. Нет, не надо максить грейв. Я думал раньше, что так надо. Не надо так. Грейв не дает вам ничего на ранней стадии. Это просто юзлос кнопка. Да, может быть, вы раз спасете. Получите после игры коммент. Но игру проебете в конце. Оно вам надо. Да, конечно же, нет. Максите первый, третий. Фармите линии. Выходите в кора. Ну, не прям в кора, да. Но такого типа кормежку. Вы отлично пушите линии с таким билдом. Зачем вам что-то придумывать? Если вы можете с таким билдом фармить. Вот. Вам накинули кнопку. Тычки сделали. Пачку подхилили. Вам все. Пачки нету. Лучший саппорт. Все. Поехали. За визу вражеской не пойду. Я могу стакнуть и сделать пол. В очередной раз. Но я очень рассчитываю, что команда зафармят. Потому что если они это не зафармят, мне придется мучиться самому. Ну, шо, блядь, нам вообще бустер, что ли? Признавайся. Кого бустер? Кого бустер, признавайся. А меня он за бустера не почитал, да? Кого бустера? Что это было? Ха-ха-ха-ха. Ну, вот они, блядь, бустера. Такие вот вещи. Я не знаю, где зафармят. Батр, блядь, сэрчик. Мужики, голову, 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 голову. Ну, ебитесь там сами. У меня качка идет. Надо наварно смотреть, тоже не схватит покупать. Что-то я заигрался немножко. Слушайте, ну стаки нормально зашли. Мидас можно, в принципе, сделать. Ну, ребят, у меня 1300, блин, голды. Ну, как я могу не купить Мидас в такой игре? У тебя 1300 голды, и ты играешь на Даззле. Ну, что ты купишь, блядь, меку? Да какую меку? Мидас, конечно же. Тебя команда ебет, я мог бы что-то на темп купить. Ну, опять же, я чувствую, что я должен вот так вот сделать. У меня есть ощущение, что Мидас в этой игре будет прекрасен. Я бегу. Вместо чего? Вместо гранаты, наверное. Не хочу ее юзнуть. Варты дропнем просто. Лежат. Дровку видим. Соло я не убиваю никак. Так, это блин, я мог бы такой риск. Емру, дам ей много денег, не дофармлю Мидас. Идти просто за командой и хилить ее, мне кажется, супер дупо будет. Ну, типа, зачем? У нас у всех все хорошо, мы должны докупить нужные артефакты, которые позволят победить, и пойти их реализовать. Не смогу бы полетить, зафармли просто. А что с рецепта? Ой, без веры, не приятно, ой, без веры. Так, вот делаю миди пачку, зафармить. Так, я хочу ромбу закроу. Ты меня подхилишь, братик? Поисбрать. Лично, почти Мидас. Так, что тут, я думаю, Манреген точно. На сапе у нас не будет маны хватать. Это 100%. Это мы будем вот так вот делать. Манреген взяли и с кайфом выграем на сапе. Мидас едет, волшебно. Лё, у меня команда дерется, типа... Бустер, бустер. На самом деле, вот сейчас скажешь, да, что... Блин, Дэн, эту фрикатку залил. Ребят, ну я же сам эту фрикатку спровоцировал. Не надо мешать людям. Я сам сделал такой старш, что команда ебет везде. Нажал три кнопки, инстабустер. Не, 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 точно бустер. Ты точно бустер. Не играют люди так, как в Адвокат. Думаешь? Успели, блядь, в параллевете, в морфе превратиться. Леон, да, Тимофеев, да нет еще. Ну, вообще, да, да, никогда накумен. Точно, точно бустер. Правильность ради, типа... Я не говорю, что чувак не бустер. Типа, тяжело, да? Это, это, это пиздец тяжело. Я понял, понял. Он разговаривает так быстро, и все. Прибор на бустер выпиздал. Кстати, знаете, что самое крутое? Я, типа, тоже в каком-то смысле бустер. Но я это, типа, делаю на запись. Я не прямо за деньги это делаю. Да, я просто записываю, и т.д. Это прикольно. На базу идешь, просто жмешь р-ку. Вот, я в этой игре играю на аккаунте, у которого чувака, ну, я на аккаунте очень давно уже записываю. И вот у него дазл 25-го. Там еще Леон, ты же с ним. Можко сделать. Стахнуть 10 раз. Давайте, давайте, дай. Ну, в принципе, я могу в него подойти. Ебать, ты играешь на шейкеры, конечно. Ой-ей-ей, братья. Будем честны, Мидас не особо увеличивать мой урон по врагу. Как, как дуку выиграть? Морфис ебёт. Не, ну это бустер. Ставь 30%. Это бустер. Сука. Не-не-не, ты... Я начал варп ставлю. Ну, зачем ты тачкуешь сентри, братишка? Офлейн морф через филактирию дифуза. Ну, блядь. Чувак, это в рейтинге такое не придумает, братишки. А чего? Захватишь? Ой, я варп не увидел в прошлый раз. Господи. Ну, он вдруг умрёт, правильно? Это же водичка. Летит, летит, хуяк, вскипел. Блядь, это обидно было. Ой, да, особенно обидно было. Знаешь, самое крутое, что вы в обычной игре постоянно используете R-ку. Ну, просто, чтобы кнопки нажать. И вы тем самым репрешите Мидас. Ну, просто на халяву, типа. Ну, почему бы и нет. Сейчас нельзя жать, слишком дорого стоит. Чё дальше делать? Гоним я не хочу, я окторин сделаю. Похуй на гоним. Нажмёшь первый? Блядь, там что-то появилось. У нас тоже нет. Нажмёшь. Найс, перекачку жмёт, чувак. Чё, если дастики притаравим? Укрёт игра. У меня алтар, у меня сентра есть. Спалили нас. Есть сентра, да? Блядь. Спалили нас. Надо среагировать. Блядь, ну я плохой позиции, очень. Надо подхилиться. И Мидас префрешит немножко. Бля. Очень приятно в Мидгейме на Дазли Сапе играть. Ты не вынужден фармить. Ты можешь просто, ну, типа, жать кнопки. Ты просто жмёшь кнопки, и у тебя всё рефрешится. Это очень круто. Нужно было первым сначала нажать. В принципе, пофиг. Главное, чтобы сентра всегда под ногами стояла. Я очень много армора сыпаю ребятам. То есть, так посмотреть очень приятно. 8 армора за... Ну, за проказ. Очень вкусно. Да. Вот сейчас уже Мидгейме Грейв может пригодиться. И, в принципе, он у меня уже есть. Не круто ли это? Конечно, круто. Мидас нашёл. Раз. Давай, брат, аккуратней там. Держись, братишка. Даст нам прикольно сождать врага. Очень долго пушить. Так, надо не умереть. А то я сейчас, блядь, откинусь. Ладно, опять же, гайз, не жмите Мидас просто так постоянно. Ой, не Мидас, а этот, Эрку. Потому что вы настолько настакаете, что в один момент у вас просто хп не будет. Вы заебётесь ждать. Умом делайте. Да враги в супер жопе сейчас. О, спасибо, братишка. Бустера убили, бустера убили. Рак. Вот так вот ему надо, фигуру, бустера. Ну, есть. Я, пш, Теакторин. Я весьма доволен. Виздом руну можно забрать, сходить. Слушайте, я на сапе, на самом деле, да, понятно, игра, типа, лёгкая, но я очень много качаюсь. И меня это очень радует. Как-то на сапе можете позволить вот так вот играть. Могу ли что-то продать, чтобы место появилось? Не знаю, наверное, нет. Сюда бьет. Таро нейтралка какая? Философ. Но я немного бью тычками, поэтому беру философ. Я весьма было ёбнуться. У меня, видели мой левел? Вау. Вау, это круто. Да, ребят, если у вас игра не Медасова, я думаю, нужно покупать солярку. Солар, мека, ну, грифсы там. И потом уже какие-то такие солярки, которые... Глядать я возьму. ВД-1 прыгать. Ну так. Рецепт и в лавку потайную. В шалавку. Чё, там фантомочка не особо... В шалавку с арином и восемнадцатом можно в бесконечном граве держать. Поскольку это не мидер, в принципе, похуй. Ну да, блин. Хайф. Выродил братишку, ты чё? Асистер, подавляем, нормально, сэндвистейт. Даже потерпетку не забыл забрать там. Двадцать седьмая минута у нас Рошан. Примерно. Так, а вместо чего? Я не знаю, блин. Походу, это ты же. Давай, я в центре вложу свою. Суки, дайте крипа убить. У меня, почти, Актарин. Разобрать, включить сборку. Дайте мне четыреста добить. Если у вас ноль стаков, я обязан, наверное, хотя бы раз нажать. Сто процентов. Блин, как быстро я четыреста золота добил. Просто нереально. Актарин едет с камушком. Прихрю. Приехал, сейчас вообще сказка будет. Так, а что мне в этом билде нужно? Миллион сентрей. Точно в ССФ. Я предлагаю начать с Т2 в топе. Они сто процентов пойдут, умрут, забывают, потом можно купить сломан. Ты побегаешь на Дазли. Если вы купили на Дазли Мидас, вы сто процентов через 10 минут будете нереальным кором. Если вы не купили Мидас, то, ну, типа, просто подкачиваетесь, пушите линию. Я уверен, будут и сложные игры. Давайте, гайз, 3к лайков, и я записываю Дазла до момента, пока не будет игра, где я пожру на линии. Это будет сложно, но я постараюсь. Найти игру, где будет сложно. И записать такого же Дузеля. Потому что, я думаю, смотреть геймплей на Дазли САК очень приятно. По крайней мере, мне играть на нем очень приятно. Надеюсь, он смотрит тоже. Да, игра, типа, я повторюсь, не самая легкая, не самая сложная. Но, что поделать. Это не всегда зависит от меня. Точнее, выиграть в этой игре именно от меня зависит, что она в одну калитку, где мы трахаем. Сентри переложить. Брать, типа, я сентри погну. Дорогие, все на суперочке, но мы нормального позиции. Они как-то на базе будут сидеть, твари, хитрые. На Дазл Торментер легко умирает. Неконим шар, но там грейд, 5 готов. Да, я забыл шарф купить, это самый важный шарф в доте, блин. Надо не забыть об этом. Кстати, да, гайз, давайте так, я сделаю сборку на Дазл, буквально вот. Как сегодня запись, закончу. Пойду сборку на Дазл сделаю. Ну, короче, фармить 40 минут еще, и потом закончить. В каком плане? Да, разок с базы они выйдут и закончу. Вот как выйду с базы, а может они не выйдут никогда? Да, так, это работает. Там, типа, кормят неплохо. У них, против них Дазл с Медасом Акторином. Если они с базы не выйдут, то через 10 минут у нас 40 тысяч нитворсов будет перевес. Как же я контрю СФ-а? У меня билд вообще не дает... О, так. Парни, можете курьеров сюда подвезти? Я убью Торментера. Вот сюда подведите курьеров своих, пожалуйста. Пугно, пугно. Можешь курьеров подвезти, пожалуйста? Не знаю, получится ли у меня в этом патче это сделать. Но я попробую. Можете уводить. БТВ я смотрел, как СФОР это делает. У него это не получилось почему-то. Бля, если он не выйдет, враги внезапно сделали это. Ладно, привезу себе шард. Из Думидас. Ребята, молодцы, справились. Ле, Акторин Ментер убил. Может убирать курьеров. Кому шард запулил, блядь? Папашка, что ли? Нет. Кому там запулило? Левд Рейн? Нет, стой. Обязатель Думу. Блядь. Самый бесполезный шард. Блядь, ну я даже не поучаствовал в игре, парни, блядь. Ну ладно. Блядь, дазл тысячный игрой. Хой, на фишках вывозит. О, гоним на нем один из сильнейших в доте. Блин, а может не сразу вторую на дазли стартануть? Ну блин, я его не пикну. Вот сейчас-то банят сейчас. Ну в общем, давайте, Кейс. Я уже назвал количество лайков. Если вы их соберете, то... Не барону на дазли до момента, пока не будет сложная игра. Ну что, мне вот это тоже понравилось. Я с кайфом линию постоял, сборочку придумал. Сейчас сборки ничего и не менял с медовой. Чего вообще я, блядь, танкую? Это ты, сука, с перекачкой. Нет перекачки, нет? Понятно. Я тебя буду защищать. Ну, постараться. Отойдешься ко мне, скотина блядская. Где, как ли, с обманом урока? Плотно. Так, надо нажать Мидас. У меня уже КДР тут. Ну или далее, далее тоже. Хватит на бусте и криптовку не забирать. И так уже много, блин, купил. И что? Я хочу себе, не знаю, Тарас, как я хочу. Стрех, бустим, танки, ну и счет. Потому что меня похилил. Не, в танки мы просто спейсили, понимаешь? Он просто как-либо убил. А ты бустер, по-любому. Подносишь меня немножко? Не делайте. Благодарю. Будем до них доебываться? КБ-чечкой. Надо поменьше начать тепловку жать. Я очень много армора настакал. Нужно все равно аккуратнее быть. Подпилюк угнул. Просто не буду сейчас часто жать кнопки свои. Чуть пореже буду это делать. Отличный врыв. Не, надо без шансов играть. Ребята, к сожалению, боятся драться. Думаю, что у них даза, наверное, нет. Но даза есть, правда. Мне еще нравится, что я очень много армора даю с Акторином. То есть реально по 12 всем. Это больше, чем кираса в два раза. Мне не нужно первый жать вообще пока, да. Как это делается на мидере. Слушай, похилился, наверное. Еще в этом билде грифсы хорошо смотрятся. Типа солоор грифсы. Что-то такое. Что? Регенерация. А, он типа под херстопером убивал грифов. Найс. Очень много армора на стаку. Если бы у него дали косу, я бы ее засейвывал. Собоцентр, я бы готов. Блин, хочется самому сложную даже игру сыграть. Не важно, если сыграть в лайк или нет. На днях выйдет. Я просто решил, что я после лета. И я сейчас сыграю игр 5 на 10 лет. Пока не будет трудной котелло. Хотя, блядь, а как я узнаю, когда трудная котелло? Да никак. Блин, мне тяжело так дайвить. Ну армор, а ты что? Ой, надо дать себе. Так успел. Хорош, на пугле. Так, если я нажму я не уро, не уро. Нормально. Никакая, я такой харды. Ну, что поделать, дружище? Это дазл. Дазл пашка, линия очень сильная. Дазл пашка еще слабая на линии, но с дазлом как будто бы очень кайфово ставить. Да и враги тоже ошиблись пару раз. Так нельзя ошибаться. Да, молодец. Приятно было играть. Блядь, а что? Да, ману не было. Ману не было. Сори, братик. О, вот такая доколичная. 53 килла настрюгали на дазле. Размотали. По 8-0 на 10-й. Но это все из-за меня, на самом деле. Я слишком много темпа на старте задал. Вот эти первые 4 килла, которые мы сделали. Блин, я, к сожалению, не MVP. Ну, сами видите, типа, у нас MVP, я и пашка. Мы на эту линию пришли. Мы врагов в унитаз окунули головой. И все. Типа, враг закончился. Я шейкера вот от одной эхо за игру увидел. Все. Вот 10-я минута у меня, вот видите, да? Причем остальные линии, ну, типа, выиграны, ну, не так сильно. Ну, дровка 3 тысячи на 10-е, это норм. Это не прям плохо. SF 3 тысячи, ну, не так плохо. Но вот то, что дальше пашка у меня и все такие огромные, это все потому, что пашка была на старте хорошая. А я еще не застал мидос купил. И с мидосом я в конце уже мидера обогнал по фарму. Хорошая игра. Бустеренко. Давайте посмотрим, бустера он или нет. По 10-балльной оценим. Сейчас я пока не буду давать коммент. Что там по-бустерски? Получил ранг рыцарь. От Фоми Мочи получил подарок. Это реально Фоми Мочи, что ли? У него тоже ранг дивайн. Дайте посмотрю. Да нет, у нее не думал, что нет, вот так вот. Профиль выглядит. Не, не, это не по-любому не она. У нее в 21-го часов, у реально Фоми Мочи больше намного. Но это самое забавное. Она тоже дивайн, это тоже подарок. Ну ладно, кину коммент. Чувак не похож на бустера, обычный чувачок. Держи. Враги тоже, конечно, поели в топе. У меня те, сколько у Шейкера на 10-й. Вот настолько их там обосрали. Десятая минута у Шейкера меньше, чем у меня. И у Некрат меньше, чем у вражеского пятерки. Короче, мы очень насрали им рот сильно. У нас у Пашки у одной на 10-й было больше, чем вообще, я не знаю. Это просто... У Алхимика такие цифры редко. Вот такая вот КТ Лагайз. Давайте. ББ, всем удачи, всем пока. Скоро выйдет дазл уже посерьезнее. То есть там, где будет игра посложнее. Повторюсь, это не от меня зависит. Возможно, это затянется. Но я постараюсь это записать. То есть как только получится, я сразу же это запишу и выложу. Потому что, ну, если я буду так же каждую линию ебать, не все игры такие будут. Вот. Ну, вы попробуйте. Сборочку я тоже на днях сделаю и закреплю ее в комментарии. Давайте, ББ. Сборочку я тоже на днях сделаю.